Привет! Ты на канале Экипаж Ветра, где мы начинаем публикацию летних видосов о путешествии по прекрасной Турции на яхте. В этом цикле передач мы познакомим тебя с множеством якорных стоянок, маринами, с прекрасными интересными городами, с запримечательностями и особенностями жизни в Турции. Также мы продолжим ломать и чинить свою яхту, набираясь опыта. А сейчас мы покидаем домашнюю марину, но не одни, а соучастниками нашего проекта и по новым пополнениям в Экипаже Ветра с Вячеславом и Валентиной. Прошу любить и жаловать. Приятного просмотра! Погнали! Мы впервые после ремонта поставили Гену ветерок пятнашка острым курсом и мне не нравится. Во-первых, чрезмерный изгиб мачты, как по мне. То есть раньше было по-другому. А во-вторых, штаг. Штаг-пирс, вот этот алюминиевый фойл. Смотри, как он изогнут. А был-то он почти натянут. Или это, блин, норма. Мать, чтобы не потерять, блин. Тесты от ремонтированного штага не завершились новыми поломками, что не может не радовать. Но, кажется, надо было все же устанавливать талреп на форштаг. Теперь это сделать проблематично. И вроде яхта едет, но осадочек остался. Идем мы в бухту Кикова и повстречали, кажется, мертвую черепаху. Да, это черепаха. Вот, либо пластика наелась. У нее на лапе пластиковая салфетка, да? Вот этого она не умерет. Какая большая. Так, вот, надеемся, она умерла от старости. А не наевшись пластикового, пластикового, который мы в море сбрасываем. Не лично мы ее. Надеюсь, она прожила долгую счастливую жизнь и умерла во сне от старости. Кинули якорь в защищенной дикой бухте Кикова. В одной из следующих серий будет подробный обзор этой и других якорных стоянок на нашем пути. Чтобы не пропустить это, прямо сейчас подпишись, если не подписан, и заодно поставь лайк. А я тем временем на якоре первым делом ныряю, чтобы традиционно ежегодно заменить анод на винте перед летним сезоном. Я сейчас ничего не слышу, но я хочу показать два анода. Это год назад я поставил, вот за год он пришел в такое состояние, это новый. Вот так, каждый год его менять. Его подъело прям так нормально. А ты знаешь, лодка после зимовки в Марине стала еще чище, чем была, когда мы туда пришли. Рыбы в Марине объедают, только винт оброс. Лодка вообще не обросшая, классная. Хорошенький такой? Сама. Меняя анод, я заметил двух прекрасных таких хороших, больше моей ладошки, рыбешек. И решил испробовать ружьишко. Я ведь зимой в Декатлоне купил новую каленую стрелу, взамен той ржавой утраченной, которую, помнишь, я пытался почистить в Черногории. Пора ее испробовать. Юра, ружьишко твое не простаивает, спасибо тебе за такой донатик. Мне такое по душе. Может быть, я даже соберу сейчас видосик отдельный про подводную охоту. Но мне бы еще кто-нибудь костюмчик задонатил, а то холодно без него нырять. Я-то рыбу поймал каким-то чудесным образом. Вот он, рад пихлюхать ногами. Заряжай еще раз, там ее сестра. Так, ведро дайте как раз. Вот такой вот маленький карасик, это моя первая добыча. Только я не понял как, но я еще руку порезал. Что? Мы с ребятами едем делать добрые дела. Да, кормить кормить. Кормить вон тех вон подвижных. Мотора у нас нет, поэтому гребем веслами. Ну как гребем? Слава гребет, а мы едем. Хорошо, потому что. Куда? Куда? Да. Попробуем. Гребешь прямо на козлу. Мамочки. Вот он какой хороший. Но немного страшный. Надо вон тому тоже дать. Вон он маленький, смотри какой худой. А, он не знает как спуститься. Вот этот самый сытый походу. Вот они. Блин, он бегает как быстро. Козлы были накормлены и мы со спокойной занятий. Душой пребываем в Кашмарину, где собираемся переждать сильный ветер. Но не все на лодке. Хи-хи-хи-ха-ха. Надо немножко и поработать. Вот так вот капитал моет. Зачем гребну не нашла из ноги? Смотри, купили такую местную турецкую жижу за 80 лир. Где мы добавляем салат ржавых пятен? Да. Это накапало с кого-то. С кого-то ржавого. И тут еще. Там еще большое. Так, чудеснейшее средство. Ржавые пятна исчезают. Надо только подождать. Вот здесь были старые пятна ржавчины. Все, все сошло. Вот, смотрите, вот видите? Это уже остатки. Показываю чудо-фокус. Смотрите. Здесь ржавые пятна. Были ржавые пятна. Хоп. Минимум усилий. Мы уже, конечно, немножко нарушили технологию, потому что нужно сначала водички смачивать, потом средства вносить. Ну, зачем, если оно и так работает? Оп. Чудеса. А здесь ржавчина покраснела. Я вот здесь несколько минут назад нанесла это чудо-средство, и она у нас стала барбовая. А ты пассажиры, походу, потерял? У тебя второй сап пустой, оглянись. Шайтан Арбат. Сама едет, видел? Ну, там у тебя водолаз, наверное. А где пассажир-то? Там нахрен они пассажиры, тяжелые эти. Вот сюда ржавое пятно наносим это средство и ждем. Обязательно нужно работать в перчатке. Помыв яхту, можно и на знакомство с городом отправляться. Каш – это небольшой туристический городок с ценами среднего уровня. Город относительно чистый и уютный. Расположен на склоне холма, но, несмотря на это, с удовольствием можно погулять тут несколько дней по его мощеным улочкам в греческом стиле. Для нас очень удобно, что тут есть Ситур-Марина, где мы можем бесплатно оставить лодку. Пошли на прогулку по Каш. Изучаем город. Уж очень он похож на греческий. Больше, чем на турецкий. Феда, как всегда, впереди. И красивейшая Буховилья. На самом деле, очень приятная обстановка. Скажи же, здесь очень уютно. На Грецию очень похоже. Мила. И вон еще милокийская гробница стоит. Но тут вообще в дождь с ними этот полк. Да, здесь только кататься. Я даже маги не понимаю. Кладбищенскую гробницу разграбленную сунули. Люди здесь чаек гоняют. Ничего необычного. Милый пилочек прилег отдыхать. У него все хорошо. Ресторан синий дом. Но там похоже снизу все-таки дом. Здесь уже ресторан. По новой дороге. По новой дороге. И вон она. Куста, гробница. И вот тут идешь, идешь, идешь. И кладбище. Пещера, гробница. Так. Ну, кстати, тут даже не туалетом не пахнет. Ну и что ты хочешь мне сказать? Здесь три тела лежали. Больше похоже на предбанник. Там вообще цементом залито. По пятницам тут рынок. Базарчик. Всякое-всякое продается. Прямо под открытым небом. И здесь не жарко. Из-за тентов. Офигенно. Смотри, сколько здесь всего интересного продается. Слава здесь решил купить нарды. Ручной работы турецкой. Мы с Валей пошли исследовать город. И как вы думаете, где мы оказались? На заброске. Вот. Ну, красиво ведь такое. Привет. Ну, вот и скажи после этого, что ты в Турции. Мы в сказке, а не в Турции. И причем не в восточной. Вечером в Марине и в отелях делать нечего. Туристы-путешественники выползают на променад и в таверны, чтобы насладиться прогулками и традиционным ужином с приятным морским ветерком без палящего солнца. Прежде чем покушать, надо обязательно все отфотографировать, отснять. А когда кушать-то? Оно же кварчит и манит. Опа! Окей, окей. Пусти козла в огород. Я сейчас выберу. И так уже 30 минут. Мы не верим, что они сейчас выберут. 10 минут назад было, а сейчас выберу. Две сороки. Ну сороки, ну на бане. Ну это же кроксы. Это же штучки для кроксов. Я готова его вот так вот, вот так вот. Все, все, все. Нам завтра будет очень сильно дуть. Может быть 30, может быть 40. А нас выгоняют из марины, потому что завтра сюда приходит какая-то регата. А у нас короткие кончики. Но мы хотим привязаться к берегу. Хорошо, что у нас есть опытный морской волк. Пиратский барон, я бы даже сказал. Вячеслав. Который будет сейчас вспоминать молодость. И научит нас сплетать из этих трех кончиков. Раз, два, три. Мы будем плести полноценный длинный канат. А второй у нас вот намотанный на барабан. Ставим полностью нашу косичку. В принципе, с этого момента дальше мы начнем плести их, соединять. То же самое делаем здесь. Ну что страшно, что ты делаешь, а я сижу. А, ничего страшного. Я тебе не нужен. Ты сейчас пока поучишься. Это же первый узел, а потом у нас еще один будет соединять. А, да. И нам еще, наверное, надо огонь. Еще огонь сделать. Чтобы бы туда вплели этот металлический шейкал в скобу. И к цепи будем ее цеплять. Тем более. Вот ты видишь, сколько тебя потом еще задание моет. А я не хочу. Так, закидываем одну, всегда снимем. Две наверх. Может кто-то потом, естественно, будет меня учить, что совсем ты неправильно делаешь. Я делаю так, как меня учили примерно в 92-м году. А эти мы будем внутрь пропихивать? Да. Ух ты! Сейчас первое главное собираем поставить их. Вплести всякое, это мое больное. Я никогда не понимаю, как идут эти кончики коренных, ходовые, куда-то подступать. Вот они все одинакового цвета. Это так сложно. Ты их вот так подкручивать, скажи. Чтобы они были закручены. Ну, надо, в принципе. Ну, я говорю, что они потом сами будут запретаться дальше уже. Берем второй, который идет как бы внахлёст следующего. И загоняем под следующего, от которого мы вдруг уже загнали. У нас остается наш третий, который тоже идет под третьим. Под третьим нахлёст. Уже будет вниз. В конечном результате, сразу забегу вперед, будет уширение в этом месте, да? Да, конечно, оно будет уширение. Но это абсолютно так же надежно, как цельный канат или нет? Да. Абсолютно. То есть мы швартовую везали сюда. Таким образом. То есть, в принципе, это вот первый, грубо говоря, с этого момента, дальше начнется плести сюда, смутаться. Все остальное. То же самое сейчас пойдет сюда. А это не надо еще киенкой обстучивать. Обязательно. Точно. Я вспоминаю на штандарте. Стягиваешь и потом будем еще обстукивать. У меня киенки нет резины. Поварешка, скалка пойдет, которая меня КТ лупит. Покажешь, потом посмотрим. Вот так вот идешь мимо и видишь, чувствуешь знаменитость. Прямо. Только по телевизору видел. Здрасте. Добро пожаловать на борт. Пока мы плелись, темнело кругом. Вот уже при фонарике продолжаем, поэтому толком не поснимали. Но ты поверь на слово, работает профессионал. У вас будет один длинный конец вместо трех маленьких. Ну, теперь пришло время это набить, чтобы оно растянулось. А что-то он нифига и не вытягивается. Надо было об свою утку тянуть. На свою утку заводить. И лотка бы никуда не пошла. Переделываем. Уходим мы из Литур. Уходим мы из Литур Марины. Товарищи, прикинь какая ситуация была. Мы шли против ветра под мотором возле скал. И я как раз рассказывал Славе. Я говорю, надо подальше от скал держаться. Вдруг сейчас двигатель сломается. А ветер на скалы. И у нас, прикинь, вылетает ошибка по перегреву движка. Мы развернулись, встали в дрейф. И я пошел смотреть, что там случилось. У нас откуда-то в лодке поступает соленая вода. Двигатель выдал ошибку по перегреву. Кинпеллер у меня свежий был. Мне нужна какая-нибудь баночка под болтики. Какие предположения, откуда это? Кинпеллер живой. Нет, где-то можно шланг перетереть. Сейчас заведем, будем смотреть и сказать, откуда брызгало. Видишь, все, весь, все забрызгало. Это протерся шланг. Забортной воды, охлаждение, двигатель. Для этого у меня есть аварийный рундучок со специальной лентой. Которой можно перемотать шланг, а потом заменить шланг. Вот здесь, блин, протерся шланг. Не знаю, что-то я тут передвигал, туда-сюда двигал, шланги перекладывал. Ну и рукожоп, как всегда, хреново переложил. Сейчас вот пока веревочкой подвязал, потом этот шланг придется менять. Залило все соленой водой, сейчас я это все опресню и пусть оно сушится. Слав, вставай на курс, вроде работает. Хватал побольше. 1800, давай. Недалеко от каши встали на якорной стоянке. Будем пережидать непогоду. Вяжемся к берегу. Чистейшие дни. И, наконец, веслава привязал. Теперь вот веслом на скотче они выгребают. Ты как я гребешь. Это вот так со стороны выглядит, да? Да. Невозможен. Ты очень смешной. По Виталии. Вот ты хорошая. А вот здесь вот говно. Главное не пробороздить тузиком камни острые, потому что как раз таки в прошлом году один тузик мы здесь и пропороли. Клав, у тебя какая задача? У него задача, чтобы тузик не пропорол. У нас порой тузик. Довольный чингачкук бегает по пляжу. Абориген. О, ищет, ищет всякие находки. Два мяча. Под веревочкой проходим. Какой-то навозник. Вижу, вижу. Вижу, вижу, вижу. О, ищете. Они пчелу снимают. Ох, ох, ох. Чарджер залило соленой водой. Я его опреснил. Думаю, что сейчас его спиртом бахну. Вот и тут надо все вычерпывать. Ну вот, затычка вроде держится. Вот шланг за меню. И надо будет продумать систему крепления. Пока по серёвочке и стоит. Не так страшно, чёрт, как его молюют. Мы тут пришвартовались, чилим. Где 40 узлов, не знаю, но и хорошо. Немножко не широко развели швартовые, но перешвартовываться даже лень. Рыбы нету, одна мелочёвка. Крылаток не нашли, чтобы настрелять. Сейчас найдём. Пойдём, будет хорошо. Короче, отдыхаем. Вот, подписчики донаты везут. Сейчас скидывать будут на нас. Не-не, сюда, сюда. А, это не наши. А я смотри, какой порнографией занимаюсь на якорной стоянке. Весь провод, вот год назад я его последний раз мыл. И он мылся водой. А теперь он в чём-то липком весь, в ужасном. И вот я его сижу и вот тру. И розеточку буду перебирать после того, как ототру. Тут, смотри, подгорает. Опасно. Розеточка вот эта фирмы Маринко. Made in USA. 80 евро стоит. Она у меня сломана была изначально на лодке. Мы даже когда с сервейером проверяли лодку, не смогли её к 220 вольт через эту шнур подключить. Потом я её перебирал, потому что дорогая. Ну вот сейчас ещё раз попробую её реанимировать. Но надо готовиться к покупке новой. И розетка тоже. Не только вилка. Тоже один контакт подгоревший. Ну что, ну красота. Перед соседями теперь не стыдно. И лодку не марает. Могу теперь смело это тащить в салон. Но сначала будем чинить вот эту вилку. И герметизировать её. Потому что здесь была изолента. Куда уже попадает жижа. Ну и подгоревший контакт надо посмотреть. Специальным там очистителем контакта всё почистить. Смотреть соединение протянуть. Ещё поживёт, надеюсь. У меня большая проблема с маской. Она запотевает. И когда приезжал Серёга, он сказал, надо её прожечь. Тут есть с завода силиконовый слой. Я сейчас удостоверился в ютубчике видосом, как это делается. В принципе, ничего сложного. Сейчас будем пробовать. Что-то не чернеет. Ну вот видишь надпись терморед. Это типа закалённая. Так, давай-ка возьмём нормальную пацанскую сжигалку. А, у неё крышка мешается. Чернеет, чернеет. Чернеет, хорошо. Будем выжигать этот силикон. Стекло нагревается довольно сильно. Крутовая всего лишь. Мало силикона, а запотевает сильно, блин. Отпотевает. Вот раз переворачивается ещё будет. Точно. Запускать туда воздух, да, чтобы горело, а то тухнет зажигалка. Очень горячая, стекло нагревается. Крышка мешает. Можно ли её снять? Нет, не можно. Давай, я ещё обычный. Короче, жёг я её сжёг. И она почти не почернела. Ну, она не новая. Может быть, силикон этот уже частично стёрся. Ну, какой-то эффект, наверное, должен быть. Сейчас будем это остужать и начищать зубной пастой. А потом испытание. О, ну, только как будто абразив я использую. Всё, сейчас начистим. Смоем всё это дело водой и будем пробовать. А, я уже говорил так, да? Ну, шо? Это вот она немножко грязная ещё маска. Но в ней так прозрачно. И она приятно пахнет. Зубной пастой мятой. Сейчас пойду пробовать. Надо поплевать, что сказали. И потом морской водой. Просто офигенно. Всё видно, короче. Рыбрёхи, камни. Всё кайфово. Спасибо тебе, Серёга, и тот дядька из Ютуба. Теперь мне нужно только сбрить усы. И тогда будет вообще всё классно. Потому что у меня вода там постоянно протекает. Снова я потерял стрелу. Она оторвалась. Вот линём мне палец сбахнуло. И на глубине. Там метров, наверное, 7. Я, наверное, не могу. У меня обе ноги свело. Вот так вот. За одну рыбку 15 евро. Стрелу можно попробовать достать магнитом. Вот предлагал мне Алексей Шевченко, наш участник, прислать магнит поисковый. А я отказался. Но у меня есть вот такой старый сабвуфер. Давно он лежал. И не пользовался. Пора, я думаю, пустить его в дело. Вправляемся на спасательную операцию. Магнит из сабвуфера был до стат. Поймали! Не хотел я больше купаться. Но пришлось. Ох, хитроумная идея. Сколько это сабвуфер валялся? И вот он придётся мне 15 евро. Ой, только что уродил. А где он? Пирог, пирог. А магнит пригодился. Будет храниться теперь на лодке. Куда тебя понырять не умеет. Ну, можем ехать домой. Куда мчим? Да, мчим на половинке пара. Светлое будущее. Все, идём провожать ребят. Да так шумно идём. Мы покидаем Каш. Да, остались вдвоём. Проводили потрясающих гостей. У нас есть пару-тройку дней. Мы предоставлены сами себе. И двинемся в сторону Марбариса, потому что там приезжает моя сестра. Всё, слава Валя. Спасибо за недельку отпуска, которую вы нам устроили хорошую. Будем ждать вас снова в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова